Павел Николаевич, погода жаркая и в чатах люди спрашивают, когда откроются парки. Слушай, столько звонков из Москвы, все хотят попасть в парк, а я им говорю, слушайте, мы не можем нарушить закон. Но тут по какому-то поводу, из-за того, что мы там пытались пройти и устранить аварию, и то на нас уже написали кучу писем и обозвали там прям заявление от одного из этих молодых ребят, что я, скажем так, клеветал на кого-то, обзывая его террористом. Меня не обзывало, я сказал, что так действуют террористы. Берут заложники всех и начинают что-то вымогать, выкручивать руки. Да, действительно, это такая, есть у террористов такая особенно. Так вот, парки мы открыть пока не можем, потому что распоряжением губернатора все детские площадки, а парк это огромная детская площадка, все это должно быть пока закрыто. Другое дело, что наша управляющая компания обматывает каждое утро детские площадки лентами, и каждый вечер ленты, дети, естественно, не хотят гулять, они обрывают. Я не понимаю, зачем нужно, скажем так, разрешать парады и одновременно запрещать на детских площадках гулять. Тем более, что и детские сады-то уже открыты. Ну, в изученном порядке, но открыты. И дети все равно друг с другом общаются. То есть могут общаться. Поэтому пока мы не получим официального разрешения от правительства Московской области об открытии детских площадок, мы, конечно, будем сидеть, потому что нас накажут сразу. Я это понимаю, как только мы откроем. Другое дело, что с первого числа открыты бассейны, мы закончили уже ремонт, то есть не ремонт, а получили ЗОС, так называемое заключение соответствий. Там очень такая бюрократическая схема получения ввода в эксплуатацию. Сейчас о ФОКе говорим, да? В ФОКе, да. Ну, я его называю бассейном или ФОКом, да. И получается так, что если в Москве дают заключение соответствий проекту строения и одновременно ввод в эксплуатацию дают, то у нас в Московской области это разделено. Ты опять должен пойти в правительство Московской области, опять заполнить кучу документов. Они друг друга проверяют, я тебе как-нибудь расскажу. Они друг у друга находят ошибки, и, значит, во всем виноват строитель. Да, причем на этом основании приходится еще раз обращаться, там два дня там, тут какой-то портал завис, тут еще что-то. В результате мы ЗОС получили заключение соответствия давным-давно, а ввод в эксплуатацию до сих пор получить не можем. Но, несмотря на это, наши работают, мы их там, все их ошибки исправляем, приносим, они что-то подгружают, потом у них не получается. Думаю, еще неделю нужно на то, чтобы все до конца сделать, и тогда мы получим ввод в эксплуатацию. Это означает, что тогда оператор, который там уже сидит, сможет запустить, ну, как минимум, бассейн. И тогда у нас будет торжественное открытие бассейна. Я думаю, туда пригласим в соответствии социальной дистанции всех, скажем так, кто участвовал в этом, кто строил, кто ждет, кто помогал. И устроим такое открытие. Хотя, на самом деле, большое открытие будет уже, наверное, в сентябре. Потому что там еще не стоит оборудование, и тоже из-за коронавируса оно зависло за границей, и сейчас его постепенно начинают привозить, устанавливать. Это всегда такое оборудование нужно расставить правильно. И поэтому полноценно он где-то в сентябре, наверное, заработает, и будет открытие уже такое с детьми, со всеми. А усеченное открытие мы устроим где-то в конце июля, в начале августа. Продолжение следует...